Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас всех на моем канале. Спасибо, что заглянули. Вчера у нас не было видео, так чисто случайно получилось. Буду стараться по возможности каждый день снимать для вас видео. И у нас сегодня такой необычный напиток. Я сама была в шоке. Вроде упаковка обычная, сок с бананом, и он выглядит вот так. Прям как будто банан кушаешь. Интересно, сколько ароматизаторов и грасителей там добавлено. В общем, сегодня у нас вкуснейшие грузинские хинкали. Их не было давно. Также у нас брокколи. И давайте приступим. У меня парень начал изучать дополнительно еще один язык. В общем, он хочет в совершенстве знать грамматику итальянского. В этом плане мы с ним совершенно разные. То есть мне оно все это не надо. То есть я не люблю ничего учить, изучать. А он очень усидчивый. У него, во-первых, хорошая память. Очень быстро все запоминает. А во-вторых, есть желание. Не то, что желание 2-3 дня, например, я хочу выучить этот язык, а потом забил. Как делаю я. И он сам тоже начал изучение. И потом решил, что его должна подтянуть учительница. Нашел хорошего преподавателя. У нее вроде много отзывов и все дела. Записался на занятия. И она сказала, что в течение недели мы начнем занятия наше. Произвел оплату. Проходит неделя. От нее ни слуху, ни духу. Он сам пишет, звонит ей. И она, короче, где-то с четвертого раза берет трубку. И говорит, а, ну да, точно. Мы с вами должны назначить время. Давайте назначим его. И назначать 22-го числа в 4 часа дня. Когда они разговаривали с учительницей, это было неделю назад. То есть она назначила занятия через неделю. И он сразу сказал, что зачем ждать неделю, неужели у вас нету времени. Он сказал, да, действительно, у меня такой забитый график и все дела. Но он подумал, я все равно деньги уже заплатил. Ничего страшного. Подожду еще неделю. Раз я уже деньги заплатил, вынужден ее ждать. Подождал неделю. И 22-го числа в 4 часа он звонит ей по видеосвязи. У них как бы урок должен быть онлайн. И она не берет. Ну, подумал, что что-то случилось. Там мало ли, что человек в лифте застрял. Не дай бог, что-то произошло. Проходит час. Она берет трубку и говорит. А мы с вами точное время не обговаривали. Вот такой шок, в смысле не обговаривали. Вы сказали 22-го числа в 4 часа дня. Как еще по-другому можно обговорить время. Она начала листать свою тетрадку. И говорит, что нет, я вас забыла записать. И говорит, сейчас у меня времени нету. Я смогу вас записать только через неделю. Прикиньте, через неделю она опять скажет, что я вас не записала. Безответственность некоторых людей меня прям поражает. Как деньги брать, так сразу первые. Да, оплату сразу, сразу оплату. А что касается своей ответственности, ноль. Почему человек должен изначально, например, отставать на 2 недели? Если я хочу изучать, например, язык сейчас, я заплатила сейчас. А почему занятия у меня должны начаться через 2 недели? А возможно, я бы нашла бы другого педагога. А я ему говорю, на твоем месте я бы вообще потребовала бы свои деньги обратно. И все, до свидули. Нашла бы другого преподавателя. Сказала бы, что такой безответственный подход меня не устраивает. У меня такой случай был, когда я заказала мебель. В общем, я заказала мебель. Мне сказали, что через неделю, максимум через 10 дней мебель будет у меня. А я этот период была в деревне. Ну, так как они мне сказали, что через неделю мебель будет, я приехала в город из-за этого с деревнем. Взяла такси. Звоню им и говорю, ну что, где мебель? Когда она будет? Когда привезете? И они мне говорят, мастер заболел. Сначала, правда, девушка сказала, какой заказ? Вы у нас ничего не заказывали. Потом перезвонила и говорит, да-да-да, мы вспомнили. Просто у нас здесь мастер заболел коронавирусом, поэтому мы не смогли. Я понимаю форс-мажорные ситуации. Любой человек может заболеть, и никто у нас не застрахован от всего этого. Но можно просто предупредить. Сказать клиенту, что через неделю его мебель не будет готова, и чтобы человек не ждал. Я тогда сразу сказала, не надо. Да. Если вы не удосужились предупредить меня, не надо. Не нужна мне эта мебель вообще нафиг. Они мне несколько раз перезвонили, я просто заблокировала этот номер. И хорошо, что в этом случае не было предоплата. А то бы не вернули. Смотрите, какие красивые грузинские. Супер просто. А с соусом как сочетается. Кстати, ссылку на грузинские хинкали и ссылку на соус я обязательно оставлю в инфобоксе. Обязательно переходите. Вот. Опа. 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 вкуснотища вообще для меня самый лучший способ изучения языка это самостоятельно например смотреть какие-то видео я последнее время очень много американских блогеров смотрю и раньше когда я смотрела и все ничего не понимала сейчас и замечаю что я понимаю уже где-то половину того что они говорят было бы желание изучить можно любой язык у нас по географии была учительница такая вроде бы к ней ходил очень много людей царство и небесное она уже умерла и о покойниках плохо не говорят но она занятия начинала с того что отмечала кто здесь кто нет и ругалась по поводу оплаты ты принес оплату у тебя последний урок ты завтра должен принести оплату ты на следующий урок должен принести оплату и так неприятно было с одной стороны и типа к ней целая толпа просто шла я тоже в этой толпе то считал что он тип такой хороший учитель но по факту никто не набрал максимальный балл то есть никто не набрал хорошие баллы например 25 вопросов из них не было ни одного ученика из всех трехсот кто написал все 25 вот не всегда дорого это значит хорошо у меня была учительница по математике молодая девушка я кстати тоже звали также как меня айнур и она вроде как в универе училась и преподавала математику каком-то математическом универе и мне все начали говорить ой она там дешево занимается наверное на ничего не может объяснить но она так по-свойски объясняла вот просто элементарно супер никогда ни за что не ругала то есть было реально с войской то есть она именно объясняла таким доступным языком когда я училась в школе мы готовились к универу почему-то у всех был принцип что вот если учитель занимается дорого это значит хороший учитель она хорошо преподает значит у него много клиентов и так далее если учитель например занимается недорого это значит все она какая-то неопытная ничего не знает я ходила по математике типа к очень сильному педагогу она русская имена совершенно не нравилось как она объясняла насажала 4 человека в одну группу и на тебя уходил очень мало времени когда ты что-то не понимал он начинала я это объясняла миллион раз ну разве можно допускать ошибки на элементарных вещах у меня даже то что в голове было это вылетало а вот эта учительница молодая которую айнур звали вы зовут может сейчас она тоже преподает напишите пожалуйста в комментариях может быть выходите в ахметлах к учительнице по математике айнур зовут она просто топчик несмотря на то что вот она однажды я помню она куда-то спешила девочки вы не против быть я ногти накрашу при вас мы такие ну пожалуйста красть и в то же самое время на и красит и что-то ей объясняет ой здесь не так это вот это вот помнишь там вот это атмосфера была такая я приходил туда как будто отдохнула душой я написала очень хорошо математику можно сказать я поступила в универ за счет математики за счет этого позитивного учителя классно было ни разу от нее я не слышал чтобы она на кого-то орала на кого-то повышал свой голос всегда говорила все мы поступим все будет нормально не переживайте не паникуйте я очень не любила когда например учитель страхом пытается повлиять на тебя меня даже то что было в голове сразу улетучивается куда-то даже если я не поняла я говорю да я поняла мне кажется в первую очередь между педагогом и учителем должна быть какая-то дружеская связь прежде всего и даже если ребенок не понял с третьего раза ты объясняла это три раза за это ты получаешь деньги чтобы объяснять ему и три и пять раз если ребенок этого не понял поэтому на мой взгляд по моему опыту мне больше ближе учителя молодые мне как-то всегда это ближе было в общем я покушала было очень вкусно надеюсь что разговор для вас тоже был интересным если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал всех люблю пока